Давайте создадим свой собственный компонент, который будет выводить блок с ближайшим событием и настроим права доступа. Итак, для реализации нашего функционала давайте воспользуемся уже созданным компонентом. Его основная функция — это отбор элементов из информационного блока, что подходит для решения нашей задачи. Поэтому давайте скопируем его и изменим логику. Назовем будущий компонент, например, lastEvent. И давайте приступим к изменению. Начнем с файла description. Итак, для начала поменяем лонговые файлы. Компонент будет называться «Последнее мероприятие». Располагаться будет также в расширении каталога. Опitz we можем проверить состояние каталога. Пока. Продолжаем. Продолжаем, пространство. Продолжаем. 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 Попробуем, почитаем. Продолжаем. Три, большие. Проделаем то же самое в разделе N. Сохраняем, и теперь перейдем к файлу параметров. Итак, рассмотрим, какие используются здесь параметры. Здесь используются параметры iBlocks-prop и габариты изображения. Давайте удалим эти параметры, они нам не понадобятся. И соответствующий код rproperties. Сохраняем, и давайте перейдем в логику компонента. Работа с входящим массивом. Давайте удалим проверку на параметры iBlocks-prop. Удалим его также здесь. И важно определить, чем будет отличаться функционал этого компонента от функционала предыдущего. В данном случае используется get-list, ciblock-element, который выбирает один элемент с заданным фильтром, с заданной выборкой. В данном случае нам нужно получить в селекте превью описания. Давайте удалим ненужные нам параметры, например, detail-picture. Также нам необходимо получить свойства города. Давайте запишем его в rselect. Далее рассмотрим фильтр. В фильтре передается iBlock-id. active-date. Давайте удалим это свойство, потому как get-list выберет нам все элементы с активной датой, то есть не будет трогать те элементы, у которых дата активности в будущем. Активные элементы. И давайте оставим здесь параметр check-permissions. Этот параметр, передаваемый в фильтр, означает, что get-list будет выбирать только те элементы, доступ к которым разрешен для текущего пользователя. То есть в данном случае, если у нас в настройках инфоблока разрешен доступ для группы текущего пользователя, соответственно, мы увидим эти элементы. Этот фильтр нам не требуется. Итак, давайте далее посмотрим массив rsort. Здесь в данном случае нам нужно применить сортировку под дате активности. date-active-from. Мы будем выводить все элементы из массива, из инфоблока мероприятия с датой активности по возрастанию. И давайте также ограничим вывод тех элементов, дата активности которых в прошлом. То есть добавим в фильтр следующее условие. Будем выбирать те элементы, у которых дата активности больше настоящего момента. Воспользуемся, опять же, функцией convert-time-stamp. И воспользуемся коротким форматом. В данном случае мы воспользуемся коротким форматом, потому что нам необходимо фильтровать только по дате, но не по времени создания активности элемента. Итак, записали в r-фильтр новые условия. Все массивы готовы. Устанавливаются шаблоны. Здесь в условии давайте уберем resize-image-get. У нас нет изображения. И у нас появляется готовый r-result. Соответственно, давайте сохраним и посмотрим результат. Но для начала разместим код компонента на тестовой странице и настроим параметры. Укроем тестовую страницу. Разместим компонент «Последние мероприятия». Выберем тип инфоблока «Контент» и инфоблок «Мероприятия». Сохраним. Итак, мы видим ошибку. Давайте посмотрим, в чем проблема. Забыли поставить здесь запятую. Давайте вернемся, посмотрим. Итак, выводится мероприятие. Теперь давайте откроем дефолтный шаблон встроенный и немного поменяем верстку. Здесь у нас выводится картинка. Давайте в данном случае оставим наименование мероприятия. Ну и анонс в описании. Итак, давайте теперь скопируем встроенный шаблон в шаблон сайта и привяжем верстку. Итак, давайте интегрируем здесь верстку. из файла page.html. Найдем блок. Вот он, ближайшее событие. Скопируем. И вставим сюда. Итак, нам необходимо разместить здесь наименование города, которое привязано к событию, к мероприятию. Давайте посмотрим, выводится ли у нас свойство город. Да, выводится свойство. Вот оно. Давайте воспользуемся. Вот. Здесь мы разместим date.active.from В данном случае просто active.from И наименование города. Здесь же разместим анонсовый текст. Удалим dump. Итак, мы видим этот блок. Теперь осталось разместить его в шаблоне страницы. Давайте скопируем код вызова. Перейдем в шаблон. И находим верстку этого блока. Заменяем ее и сохраним. Так, видим компонент. Рассмотрим еще раз логику работы компонента. Когда мы создавали инфоблок мероприятий, мы учитывали права доступа для этого инфоблока на группу пользователей-партнеры. В данном случае эти права учитываются здесь, в get-листе. В массиве rfilter поступает параметр checkpermissions. Соответственно, метод get-list учитывает права доступа для инфоблока и выбирает элементы, если пользователь принадлежит группе, для которой открыт доступ в этом инфоблоке. В данном случае мы видим условие, если get-list возвращает элементы, то здесь мы подключаем шаблон.